Аплодисменты 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 Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Ну что, сегодня у нас с вами концерт, посвященный музыке и физике. Меня зовут Филипп Рябов, это Оркестр Виртуоза Москвы. Приветствую вас еще раз. Поговорим о музыке. Музыка, она у нас из чего состоит? Из звуков. Из звуков? Да, совершенно верно, конечно, это звуки. Но что такое звуки с точки зрения физики? То есть, как это можно себе представить? Волна, да, волна, вот такая, как на это самое. Как на море, точно, нет, не совсем так. Но на самом деле близко к тому. То есть, звук физики, что такое акустическая волна, так называемая, это колебания, которые распространяются в пространстве. И для того, чтобы, ну так, немножко показать, да, как это потенциально делается, в принципе, как распространяются колебания в пространстве, если попробую это сделать на такой, как бы сказать, демонстрационной системе, ну, расскажу заодно, значит, что важное. Важное что? Что звук, он распространяется, да, это волна, которая распространяется в пространстве. И нам важно, на самом деле, что в формировании звука и формировании музыки участвуют не только оркестранты, не только инструменты, но и все пространство, в котором мы с вами находимся. Ну, здесь у нас еще есть звукорежиссеры, им тоже можно немножко поаплодировать, которые делают этот звук хорошим и объемным. Но, на самом деле, раньше, например, вот в средних веках, там, допустим, в Ренессансе и так далее, не было возможности подзвучить зал, да, и вот вы сейчас, например, приходите в кинотеатр, да, и вот вы когда в кинотеатре сидите, у вас там звук со всех сторон, если у вас сзади звук, значит, там что-то, пшш, там что-то сзади, да, то-то спереди что-то, значит, спереди звучит. А вот как раз раньше такой возможности не было. Но придумали, да, например, во времена Монцарта придумали способ, как можно сделать вот такое вот объемное звучание. Вот, давайте я для начала все-таки покажу, вот как, попробую продемонстрировать, как распространяется волна и как она отражается от стен, как она взаимодействует с пространством при помощи такого нехитрого экспериментика. Для этого я попрошу, у нас есть прекрасный контрабасист Андрей Мартаненко, ему тоже можно поаплодировать. Я бы сказал нужно. Вот, он просто сегодня будет немножко помощником у меня, да. Вот у меня есть тут экспериментальная установка, экспериментальная установка, значит, для запуска волн. Вот здесь у меня будут волны механические, но на самом деле понятно, что такие же волны, они примерно бывают акустические, да. Давайте попробую пустить волну и посмотреть, как она от Андрея отразится. Оп. Эть. Бежит и отражается, да. Ну, видите, возвращается, да. Опа. О, спасибо большое. Попозже, да, мы вернемся к этому, Андрей, спасибо. Ну, и вот теперь давайте представим себе, как бы звучала музыка времен Моцарта в объеме. Так, Ольга Эконома, Дей, Моцарт, сиренада для четырех оркестров. Часть вторая. КОНЕЦ 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 ДИСКОНА 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 Почувствовали немножко эффект трехмерности, эффект пространства? Класс! Музыка, звуки, как мы их различаем? Как? По слуху! Отлично, по слуху, это правильно. Да, это важно. Слушатель, кстати сказать, да, это, естественно, тоже очень важная часть всего музыкального представления. Поэтому, собственно, я с удовольствием с вами поговорю. Класс! Супер! Да, действительно, это правда, есть специально, да, у нас есть в ухе барабанная перепонка, улиточка, молоточек, наковальня, да, все есть. Но мы пока сейчас больше не про человека, да, а про то, как звук формируется в пространстве. Да, мы говорили, что звук – это волна, а волна, она рождена колебаниями, да, то есть у нас есть в инструментах музыкальных что-то, что обязательно колеблется, да. Например, струна, например, струна, бывает еще, что колеблется просто воздух, это тогда будут называться у нас духовые музыкальные инструменты. Бывает, что-то еще колеблется, но мы сейчас вернемся к этому, да, вот если бы мы могли с вами записать эти колебания в какой-то точке, то мы бы получили какую-то вот такую вот штучку, какую-то вот такую вот зависимость, и вообще говоря, люди, которые работают с музыкальными инструментами, которые работают с физикой звука, они вот такие штуки делают. Но вопрос такой, как мы различаем разные инструменты, то есть, ну, вообще говоря, понятно, что у инструментов, они бывают высокие, низкие, да, бывает высота звука, они бывают громкие, тихие, да, можно играть на инструменте громко или тихо, это мы знаем, да, то есть у нас есть громкость, у нас есть высота звука. Но даже если инструмент играет одну и ту, несколько инструментов играет одну и ту же ноту, как мы различаем, звучит у нас скрипка, допустим, или флейта? Как мы разречаем, что звучит? Скрипка или флейта? Звучание. Вот, смотрите, хороший вариант с частотой колебаний, но не совсем правильный. Смотрите, да, это на самом деле довольно сложная материя, но простым словом, если ее назвать, это будет называться тембр. Вот в музыке принята такая штука, которая называется тембр. Если чуть-чуть усложнить, то мы обнаружим, что на самом деле, когда играет тот или иной инструмент, у нас с вами колеблется, сразу несколько колебаний происходит одновременно. То есть, допустим, если это струна, то она одновременно колеблется и как целая струна, и как половинки струны, как третья и так далее. И вот в зависимости от соотношения вот этих вот колебаний, мы понимаем по слуху уже, ну, наш слух тренируется, и мы уже по слуху понимаем, что сейчас звучит. Но в целом, да, мы можем разложить всегда какое-то сложное звучание, мы можем разложить на простейшее. И по соотношению вот этих вот простейших мы попытаемся, мы сможем понять, какой инструмент сейчас звучит. Ну, в математике вот эта вот штуковина называется преобразованием фурье, но, соответственно, для пристоты это просто вот попытка разложить сложное какое-то колебание на простейшие кусочки. И отсюда, соответственно, мы можем поговорить про музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты у нас вот в оркестре их достаточно много, смотрите сколько. Они бывают разные по конструкции, но в целом, когда мы говорим о музыкальных инструментах, мы можем выделить одинаковые части практически в каждом инструменте. То есть у инструмента обязательно есть что-то, что колеблется. Можно назвать эту штуку вибратором, потому что вибрация происходит, колебания. Есть что-то, что усиливает эти колебания и отдает их нам. Вот эта штука называется в инструментах резонатор. Ну, вот потом мы чуть позже посмотрим на отдельные инструменты, посмотрим, где у них резонатор. Ну, и есть что-то, что эти колебания возбуждает. То есть, может быть, ну, например, у струнных инструментов, да, это смычок, да, у фортепиана, но чуть позже посмотрим, то у него там есть молоточки. То есть все инструменты, они состоят из вот таких вот в основном трех основных кусков. И при этом с инструментами мы можем разделить на, понятное дело, струнные, где у нас колеблется струна, духовые, где у нас колеблется воздух, а что это значит, мы чуть-чуть попозже обязательно посмотрим, и ударные инструменты, где колеблется что-то, ну, какая-то штука, да, это может быть кусочек металла, это может быть кусочек дерева, там, ну, вот, например, там у нас колокола, например, нарисованы, да, в общем, что-то такое. Барабаны, да, там, там мембрана колеблется, да, какой-то кожаный, вот. И вот сам большой инструмент у нас в оркестре, это рояль, нет, ну, смотри, вот он большой черный рояль. Вот, да, фортепиано. Фортепиано или рояль, и за роялем у нас сегодня Гимель Куденберг. Ну, вот, смотрите, как вы считаете, рояль, фортепиано, пианино, это какой инструмент? Ударный, клавишный, так, 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 неплохо, неплохо. Струнный, конечно. Почему? Потому что внутри него есть струны и молоточки, да, совершенно верно. Но вот как раз, если мы возвращаемся к разговору о том, что есть что-то, что колебание возбуждает, то, что колеблется, и то, что является резонатором, ну, резонатором, кстати, в рояле является вся вот эта вот огромная черная коробка. Да, то есть она именно для этого и существует. Так вот, да, соответственно, струнный, конечно же, инструмент, в нем есть молоточки, соответственно, когда исполнитель ударяет по клавише, он приводит в движение молоточек, который бьет по струне, да? На самом деле, струн, ну, в данном случае это пианино, да, не рояль, но не суть, их огромное количество внутри инструмента, и они настроены, каждый, ну, на свою ноту. И на самом деле они очень сильно натянуты. И даже придумать такой инструмент, как фортепиано, как рояль, это было довольно сложно. И его, ну, это сравнительно поздний инструмент, его придумали по сравнению с некоторыми другими инструментами довольно поздно. Почему? Потому что нужно было придумать, как это огромное натяжение струн держать. И не было даже технологий, которые позволяли это делать. Потому что реально рама рояля или пианино, она выдерживает нагрузку такую, как будто бы если бы мы поставили эту раму, и сверху на нее поставили трамвай. Вот примерно такую нагрузку она должна быть выдерживать. Трамвай. Давайте дадим слово нашему роялю. Солист Игорь Гольденберг, Павел Карманов, Майкл Мюзик. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Аплодисменты. 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 Вот такой вот замечательный инструмент. А каких инструментов у нас тут больше всего? Ну, скрипок тут есть еще у нас с вами. Струнные, да, в целом струнные, правильно. В целом струнные инструменты, да? А как они устроены, эти струнные инструменты? Ну, вот тут вот на картиночке можно чуть-чуть поподробнее рассмотреть, да? Да. Значит, что происходит у нас? У нас есть струны, которые колеблются, правильно? И колебания от этих струн через вот эту вот белую штуковинку, которая называется подставкой, передаются на корпус. На корпус. А как вы думаете, что внутри корпуса струнного инструмента? Пустота, совершенно точно, да. Да, и вот, и совершенно точно, да, вот то, что сейчас на картинке, это пустота, которая находится внутри музыкального инструмента. И, собственно, именно она, вот эта пустота, фактически является резонатором. То есть звук, который, колебания, которые передались на корпус инструмента, они вот передаются по деревянной вот этой части, в частности, там есть вот такая вот палочка, которая называется дужкой, которая передает колебания с верхней деки на нижнюю. И, в общем, внутри все пространство, оно колеблется, да? То есть там звук, значит, колебания воздуха, и они дальше выходят через вот эти вот отверстия, которые называются эфы. Что, значит, приводит, как формируется звук внутри скрипки? При помощи чего? Смычка. Совершенно верно, да. Ну, можно еще пальцем, конечно, интригать, да? Вот, называется пиццикада. Вот, а в основном, конечно, смычком. А из чего он состоит? Кто мне расскажет? Да, 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 смотрите, вы знаете, класс. Смотрите, да, то есть это палочка некоторая, да? И на ней натянута, значит, верёк натянут конский волос. А почему именно он? Какой прочный? Так, неплохо. Но почему нам тогда, ну, смотри, допустим, прочный. Тогда почему бы нам не взять и натянут стальную проволоку? Она же прочнее, чем конский волос, правильно? Так, ага. Хорошо, рассказываю. Смотрите, конский волос, он состоит из мельчайших таких чешуек. То есть он очень шершавый. И, мало всего прочего, его ещё специально натирают, значит, сосновой смолой, которая называется канифоль. Вот, и чтобы он был ещё более шершавый. И вот тогда эта шершавая, собственно говоря, структура, если ей вести по струне, она начинает колебать эту струну, да, и начинается звук. И, на самом деле, это не единственный вариант того, как формируется звук в струнных инструментах. Когда вот есть родственник такой, народный родственник скрипок и других струнных инструментов, называется колёсная лира. Вот там на картинке приведена. Там похожая история, только там не смычок, а как бы такое очень длинное колесо-смычок, которое просто крутит. И, соответственно, тоже там нанесена кожа, значит, такая шершавенькая, которая, собственно, за эти струны задевает, и всё это начинает весело колебаться и формировать звук. Давайте дадим слово нашей скрипочке солист Георгий Цай, Харислав Шубер и Семеновича Чоупа. Так, так, ну. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, кроме скрипок, в классическом струнном оркестре есть еще несколько инструментов. Какие? Контрабасы, виолончели, альты. Все правильно, да. То есть, что у нас здесь с вами есть? Кстати, гитар нет, смотрите, нету. Значит, что у нас тут с вами? Скрипки. Альты, или как любят говорить сами музыканты, альты. Виолончели, контрабасы. Зачем такое большое количество инструментов в одном оркестре? Чтобы можно было играть и высоко, и низко, да? Чтобы можно было и высокие, и низкие звуки издавать, да? От чего у нас зависит высота звука? От размера. От размера, да, неплохо. Вот если брать струну, да, то чем она длиннее, чем она тяжелее, тем ниже она будет звучать. Именно поэтому пришлось придумать целую серию инструментов, да, значит, альты, виолончели, контрабаса, значит, которые будут все ниже и ниже звучать, да? То есть пришлось увеличить инструмент для того, чтобы увеличить струну. Французский композитор Камиль Сансанс написал такой цикл, который называется «Карнавал животных». И вот как вы думаете, какое животное в этом цикле изображает контрабас? Слон. Слон. Почек, просто безошибочно. Спасибо. Поаплодируйте себе. Да, конечно, это же слон. И вот этого слона мы сейчас с удовольствием и сыграем. Солист Андрей Мартыненко. АПЛОДИСМЕНТЫ О, давайте поставим. Я по-туда, веш, нашество, в что движение было? Ну давай. А? А, оставляю. А, оставляю. КОНЕЦ 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 Андрей, не уходи, ты нам ещё сейчас понадобишься. Вот был такой итальянский композитор, звали его Джованни Ботезини. И он поступал в Миланскую консерваторию на класс скрипки. Но её туда не взяли. И поэтому он пошёл на контрабас. И выучился на контрабас, и написал огромное количество классных пьес для контрабаса. Виртуозных, интересных. И говорил такую фразу, что контрабас – это как скрипка, только чуточку побольше и гораздо нежнее. И вот сейчас мы попробуем сыграть более нежную пьесу для контрабаса Джованни Ботезини «Старый Ровен Грей». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Игру украсить и сделать ее более интересной. Один из таких приемов называется вибратор. Суть его в том, что когда мы играем какую-то ноту, мы немножечко двигаем пальцем по струням, для того чтобы играть не одну ноту, а чуть-чуть выше, чуть-чуть ниже. И вот так вот, соответственно, плавать, условно говоря. Андрей, можешь сделать? Вот. И суть того, что получается красивый звук, а можно на какой-нибудь низкой ноте, потому что у него такой бум. Суть в том, что получается несколько колебаний с чуть-чуть разной частотой. И когда они складываются вместе, возникает физическое явление, которое называется биение. И вот эти биения дают вот этот объемный такой плавающий такой звук. Вот. Это вот один из примеров. Другой пример, который вот прям в этом произведении, которое только что произвучало, очень характерный прием игры, называется флажолет. Давайте выучим это слово, если вы его еще не знали. Флажолет. 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 Переводится как маленькая флейта. Суть этой истории в чем? В том, что играется, ну то есть вот обычно, как играется, да? Мы берем, зажимаем струну в каком-то месте, и у нас получается какой-то более высокий звук, да? Вот. А когда мы играем флажолет, мы не зажимаем струну, то есть не прижимаем ее к грифу. И сыграть флажолет можно только в определенных точках струны, которые играются ее какими-то дольными частями, то есть половинкой, третьей, четвертью, пятой частью и так далее. И тогда получается звук, который можно сыграть, он гораздо выше, чем тот, как если бы мы его просто зажали. Вот такая вот история, вполне себе очень классическая. Аплодируйте Андрею. Кроме струнных инструментов, у нас есть духовые инструменты. Духовые. Ну, у нас конкретно есть Габой и Молдорна. Давайте поприветствуем. Когда я в детстве, ну, в сравнительном детстве, конечно, открыл учебник по теории музыки, там было написано так, что звук в духовых музыкальных инструментах создает столб воздуха. Я вообще понятия не имел, что это такое, и до сих пор, на самом деле, очень против такого определения. Но, тем не менее, что такое столб воздуха и как он образуется вот в этих вот инструментах. В современном симфоническом оркестре есть четыре основных, так называемых, деревянных, духовых инструмента. Хотя они уже давно не делаются из дерева, но, тем не менее, они называются исторически деревянными. Это флейта, соответственно, Габой, кларнет, и вот там вот сбоку у нас фагот. Как же формируется в них звук? Потому что, на самом деле, по своей сути, это некоторые трубочки, просто трубочки. Возникает в этих трубочках, ну, вот мы показывали, как распространяется волна, и вот в этих трубочках возникает волна, которая называется стоячая. То есть она бежит в одну сторону трубочки и, отражаясь, бежит обратно. И так, соответственно, она бегает, пока не образует устойчивую комбинацию. Андрей, можно тебя еще раз в качестве ассистента попросить? Сейчас мы попробуем на нашем, так сказать, экспериментальном стенде, попробуем показать, как это работает, как формируется вот эта самая стоячая волна. О, нормально. То есть, вот бегущая волна просто побежали, отразились, побежали, отразились. Когда волна стоячая, мы можем попасть, и вот у нас возникает волна длиной вот ровно во всю веревочку. Если мы удвоим частоту колебаний, то у нас возникнет волна, которая будет состоять из двух половинок. Если, сейчас сделаем из трех, давай, послушаем. Что, получилось? О, смотрите, какая красота. А вот и из трех. Да, и вот, соответственно, внутри. О, ты задачу ставишь. Спасибо большое, Андрей. Ну, в общем, да, получается вот такие вот волны стоячие, да, которые, да, которые... Спасибо, спасибо большое. Получаются вот такие вот, значит, волны, которые, ну, в принципе, их много, на самом деле, действительно формируется, и вот как раз в соотношении этих волн и будет по-разному звучать наши инструменты. Но что их формирует, откуда берутся колебания? Ну, вот во флейте, например, да, у неё там есть просто отверстие такое. Дырочки — это для того, чтобы, наоборот, отсекать вот длину трубы. Да, а вот та дырочка, которая, значит, у флейты слева на картинке, это такая дырочка, да, в которую дуют. И получается много-много-много-много разных шумов. И, собственно, сама, сам корпус флейты, он отсекает из этих шумов только те, которые резонируют на длине флейты. И таким образом получается музыкальный звук. То есть из всего шума мы как бы отфильтровываем только часть звука. Но это у флейты. У других музыкальных инструментов деревянных есть то, что называется трость. У кларнетов это так называемая одинарная трость. А у гобоев и фаготов так называемая двойная трость. Что это такое? Ну, фактически, это пластинки из тростника. И когда мы в них дуем, они начинают колебаться. Ну, в качестве примера того, как формируется между двумя пластинками звук, можно такой поставить простейший опыт. Вот, наверное, видели. Это шарик литиновый, да? Вот, вот примерно таким образом работает двойная трость. Ну, а мы с вами послушаем что-нибудь более благозвучное, и попросим нашего гобоиста Эмиля Мирославского сыграть вам в место «Маленький пастух» из свитой детского уголка вот здесь. «Маленький пастух» 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я в целом, наверное, рассказал, как работает твой инструмент, но я бы хотел тебя попросить немножко рассказать про трость. Из чего она состоит, как она работает? Можешь прямо в этот микрофон, да? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Как правильно заметил Филипп, значит, трость, по ее названию можно сделать вывод, что она связана с тростником. Чаще габаисты называют его камыш. Это, в принципе, вот тот самый камыш, который растет на болотах, да, в каких-то прибрежных зонах, на озерах и так далее. Единственное, что из этого камыша отбирают только трубки определенного диаметра, примерно вот такого, так как более широкие трубки не позволят делать, или более узкие трубки не позволят делать трость. И этот камыш обрабатывается, наверное, на большом количестве очень сложных инструментов. То есть это производство такого, в общем, напоминает такой мини-завод, который находится на столе габаиста. Там есть ножи, разные механические, железные инструменты, пилочки, нитки и прочие приспособления с сложными названиями. Так что габаист своего рода тоже столер. Да, идея вся заключается в том, чтобы просто вот из этой трубочной камыша сделать две тонкие пластинки строго определенного диаметра, связать их между собой с помощью нитки и благодаря этому извлекать звук из инструмента. Сделаешь просто вот в трость, дунешь? Это будет похоже на звук из воздушного шарика. Ну, давай. Да, то есть видите, трость, она сама по себе тоже плохо звучит. Грось сама по себе звучит, а вот сам инструмент никакого звука. Низ, да, да. Спасибо тебе большое. Спасибо. Так, кроме так называемых деревянных духовых инструментов, есть еще целая группа инструментов, которые называются медными. Да, изначально их действительно делали из меди, но сейчас их делают из более сложных сплавов. И вот принцип образования звука на них, он называется сложным словом амбюшюр. Давайте выучим его тоже вместе с флажетом. Амбюшюр. Амбюшюр. Вот. Но на самом деле это очень простая вещь, максимально простая. То есть даже вот без всяких тростей, без всяких смычков и так далее, делать все очень просто. Нужно сделать вот так. И в принципе этого уже достаточно для того, чтобы сформировать звук. Давайте я сейчас это продемонстрирую. У меня есть специальный, максимально простой инструмент. Смотрите, если вы не можете зайти в музыкальный магазин по какой-то причине, купить музыкальный инструмент, зайдите в строительный. Это водопроводная струба. Смотрите. Раз раз напомню, что нужно сделать так. Пф. Сейчас мы его еще немножко улучшим. Да? Чтобы было... Сейчас. Смотрите. О! Это воронка. Воронка. Смотрите. Сейчас. Это будет называться, значит, раструб. Раструб. Ну, пойдем раструб. Ну, поехали. Аплодисменты. 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 Вот. И действительно, на самом деле, все современные духовые медные инструменты, они построены по этому же самому принципу. У них, правда, есть еще вот такая специальная штука, да, которая называется мундштук. Буквально переводится как штука для губ. Вот. Вот, в которую вот нужно делать современные, да, оркестровые медные духовые инструменты, да, это труба, тромбон, валторна и туба. У нас в оркестре есть две валторны. И вот одну из них, да, Арсения Самсонова, мы пригласим сейчас сыграть Габриэля Фаре пьесу «Пробуждение». Аплодисменты. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА